ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из них на марке автомобиля Датсун подрезал его. Пострадал возитель грузовика. Верните деньги, случайно зачисленные на счет. Вам позвонили, сказал об этом, сказал, у тебя 500 рублей, он мне чем-нибудь телефон взять, но верните, пожалуйста. Способ выманить деньги по телефону и как не стать жертвой мошенничества. Вымогали деньги у криминального бизнеса. Совместное планирование преступлений не доказано по материалам дела. Государственное вещество считает вину данных лиц доказанными. Дело в отношении предполагаемых членов преступного сообщества 52-й комплекс рассматривается в набережных Челнах. Это и не только прямо сейчас. Груженая газель на полном ходу врезалась в столб сегодня утром на улице Лукницкого. В аварии серьезно пострадал водитель грузовика. Кабину от удара развратило так, что мужчина не смог выбраться самостоятельно. Из разбитой машины его доставали спасатели. По одной из версий, которой придерживается и сам мужчина, находившийся за рулем газели, и его друзья, грузовик подрезали две иномарки, водители которых на пустой утренней дороге решили устроить гонки. Аэрод Назипов продолжит. Все произошло еще ранним утром, когда дороги были еще свободными, чем некоторые и пользовались, набирая немалую скорость. Боитель газели двигать по улице Лукницкого в направлении улицы 25 лет октября не справился с управлением и влетел в столб. Сам же мужчина был уверен, что его подрезала иномарка. Со слов водителя, по этой же улице устроили гонки два водителя. И один из них на марке автомобиль Датсун подрезал его, вследствие чего произошло ДТП. После столкновения со столбом автомобилист оказался зажат в сильной искореженной кабине грузовика. Его извлекли, привившие на место спасатели, после чего мужчину передали в руки медиков. В настоящее время водитель газели, госпитализирован в больницу, получил такие травмы, как уши плеча и травму коленной чашечки. В результате ДТП газель полностью лишилась передней части. Теперь водителю предстоит найти очевидцев этого происшествия, либо иные доказательства, подтверждающие его слова. В противном случае виновным в происшествии будет признан он сам. Соткновений с другими автомобилями не было. И ремонтировать свою машину, а также возмещать причиненные убытки придется самому водителю газели. Айрат Назип, Константин Бушуев, Вызов 112. Полностью сгорел грузовик МАЗ сегодня ночью в набережных Челнах. Очевидцы происшествия сняли объятый пламенем большегруз и выложили видео в социальные сети. Все произошло сегодня ночью напротив жилого комплекса 17-03. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По предварительной версии огонь вспыхнул из-за неисправности узлов и механизмов транспортного средства. Ошибочно положил вам на счет деньги. Верните, пожалуйста, на указанный номер. Рассылка СМС-сообщений с просьбой вернуть средства, случайно зачисленный на счет, один из популярных сегодня видов мошенничеств. Подобные сообщения рассылаются, как правило, массово и по большей части абонентам в регионах на другом конце страны. Так проще объяснить сложности с возвратом денег и сложнее найти мошенников. О том, что это обман, многие не догадываются. Отправляют указанные суммы на неизвестные номера. Тем самым лишаются денег и только потом понимают, никто их на счеты не зачислял. Но есть мошенники, работающие индивидуально, с каждой конкретной жертвой. При этом реально пополняют баланс, но денег жертвы лишаются все равно. Рамиль Шайдулин узнал, каким образом и что делать, чтобы не стать жертвой обмана. Ошибся номером и случайно отправил вам на телефон 150 рублей. Положите их, пожалуйста, на этот номер. Спасибо. Подобные сообщения сейчас не редкость. Им, к слову, может предшествовать уведомление о зачислении на ваш баланс этой суммы. Только приходят они не с номера сотовой компании. Мошенники просто не могут их использовать. Многие верят в ошибку и отправляют указанные суммы. Мол, ошибиться может каждый. Но ошибки тут нет. Это, говорят полицейские, обычный обман. Причем массовый. Ряд мошенников пошли еще дальше. Они действительно отправляют вам деньги и присылают фотографию чека с подтверждением. Да и баланс, если проверите, будет явно больше. Причем, вероятнее всего, не на 100 или 200 рублей, а на много. В сотовый салон приходит, например, человек с чеком. Где-то тут же пополнил, закинул на номер телефона. Вам позвонил, сказал об этом. Сказал, у тебя 500 рублей, вам нечаянно на телефон закинул. Ну, верните мне, пожалуйста. Вот, пожалуйста, чек. Даже может сфотографировать и отправить вам подтверждение, что действительно переведены деньги и средства. Вы можете посмотреть, что действительно у вас пополнение есть. В эту же секунду, пока отправляете их назад, он может написать заявление в сотовом салоне. Работникам сообщит, что ошибся с номером и попросит их вернуть на счет другого абонента. Отказать заявителю у сотовой компании оснований нет. Это обычная процедура. А жертва же в этом случае лишается своих денег. Если вы хотите, пускай он обратится к вам. Скажите, вот здесь я нахожусь, пожалуйста, приди ко мне, с чеком подойди ко мне. Без проблем, я вам возвращу эти деньги, которые вы нечаянно перекинули на мой телефон. Вам нужно просто с ним встретиться. И пусть покажет. А чтобы максимально себя обезопасить от абона, советуйте тем, кто просит вас вернуть ему ошибочный платеж, идти в салонные связи или сотовую компанию. Если платеж действительно ошибочный, то деньги очень быстро возвращают после написания заявления. Рамиль Шайдорин, Айрат Назипов, Амир Залюшев, Вызов 112. В набережной Челнинском городском суде рассматривается дело в отношении 10 предполагаемых членов организованного преступного сообщества 52-й комплекс. Они обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В деле вымогательства, мошенничества, побои, угрозы создания преступного сообщества и не только. По версии следствия, в качестве основного источника дохода они выбрали криминальный бизнес. Видимо, в расчете на то, что те, кто сам приступает закон, с заявлением в полицию не пойдет. Алина Бережная знает подробности. Десять предполагаемых членов организованного преступного сообщества 52-й комплекс подозреваются сразу в нескольких преступлениях. По версии следствия, еще в 2011 году они вступили в преступный заговор. Угрожая, они вымогали деньги у ли занимающихся незаконной игорной деятельностью. Это был один из основных источников дохода. Среди потерпевших также таксисты и челнинцы, которые планировали покупку квартир. По версии следствия, за время существования сообщества, его члены незаконно получили более 3,5 миллионов рублей. Однако защита считает вину подсудимых недоказанной. Совместное планирование преступлений не доказано по материалам дела. Иерархическая структура и распределение ролей, что сложно представить в отношении ограниченного количества участников. Как следует из материалов дела, полученные деньги подсудимые тратили на содержание организованного преступного сообщества, а также на свои личные цели. В настоящее время судебные планирования продолжаются. Государственное обвинение придерживается предъявленного обвинения, считает вину данных лиц доказанным. Сейчас четверо членов организованного преступного сообщества находятся под стражей в отношении еще шестерых. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обвинение просят назначить подсудимым наказание от 2 до 18 лет лишения свободы. Алина Бережная, Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко. Вызов 112. Как перевоспитать дорожных нарушителей без денежного штрафа? Какие неудачи постигает шумного вора? И каким образом заевать сердце девушки, будучи обезьяной? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Преступление и наказание за считанные секунды. В Миассе один из автомобилистов устроил ДТП. Понимая, что авария произошла по его вине, водитель попытался избежать ответственности в буквальном смысле. Но скорость сбега второго участника аварии ему явно помешала. А этому патрульному инспектору, видимо, надоели водители, едущие по автобусной полосе. Их он решил наказать довольно своеобразно. Всех, кто заезжал не в тот ряд, инспектор перенаправлял на второй круг. Возможно, благодаря такому воспитанию опаздывающие автомобилисты больше не будут игнорировать правила дорожного движения. Хотел совершить тихое ограбление, но потерпел фиаско. Мотоциклист, заметив спящего продавца, решил прикарманить чужие деньги. Действуя очень осторожно, он пытался вытащить ящик Софии наличностью. Но в самый ответственный момент выронил добычу из рук и подался в бега. Запаниковав, он даже забыл, что оставил возле магазина свой мотоцикл. А эта обезьяна точно знает путь к сердцу женщины. Местный обитатель зоопарка пользуется популярностью у прекрасной половины человечества за свою галантность. Плоды его усердия можно заметить на этом видео. Лина Зинатольевна, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.